Я Саша Зверев, меня вы знаете, вы находитесь в моём аккаунте. Я мама троих детей из города Лос-Анджелес, которая каким-то чудесным образом находит интересных людей, интересные идеи и делится им щедро ими с вами. И всё, что я нахожу полезным и действенным в жизни, чтобы сделать жизнь лучше, легче, приятнее, веселее и счастливее, я с радостью и с удовольствием дарю людям, делюсь щедро. Вот делюсь с вами моим психотерапевтом Эдгардом Зайцевым, с которым мы вместе работаем как на личных консультациях регулярно. Эдгард меня помогает в моих волнительных ситуациях каких-то, потому что у любого человека, сколько бы ты… Вообще, мне кажется, мне многие спрашивают, Эдгард, «Саша, сколько ты уже работаешь со всякими там ситуациями, уже должна быть такая умная, а всё у тебя что-то случается?» А я говорю, что это работа длиной в жизнь. Никогда не раскопать наше сознание. Это такой огромный длинный лабиринт коридоров, которые заворачиваются под разными углами, и ты во все сразу не долезешь. Ведь мы туда заходим потихонечку, распутывая эти клубочки один за другим, но всё равно этих коридоров несчитанное количество. И в течение жизни мы снова и снова получаем какие-то ситуации, которые так или иначе нас туда заводят. Но тем не менее, давайте вернёмся к теме нашего сегодняшнего встречи. Мы решили сделать, опять же, в дар вам эту встречу и поделиться интересной темой. Мы как раз с Эдвардом обсуждали и решили, что это будет вам тоже такая тема актуальна многим женщинам. Я знаю, судя по количеству комментариев под моими последними постами, я пишу сейчас свою историю о любви с Дэном, как мы встретились, как он сделал мне предложение. Я вижу, какой отклик находится в сердцах девушек этой истории. И очень много девушек пишут, вот бы мне так, вот тоже хочу, чтобы мне так повезло, а то попадаются одни, да, и я тоже была в этой ситуации. И сейчас, когда я работаю с Эдвардом, когда я уже встала на путь такой осознанности, подхода к ситуации не просто, что все козлы вокруг виноваты, раньше у меня такое было, что все мужики козлы, это всё их вина, это они меня недооценивают, не любят, обижают. А сейчас я уже подхожу со стороны я, что я делала не так, почему я обижалась на них. И действительно, в жизни мне часто попадались не те мужчины, и только встав на путь осознанности и анализа собственных поступков, я поняла, что окроется то всё во мне, внутри меня, в моих обидах. И в том числе наш опыт с мужчинами в жизни, женщины, да, базируется на нашем опыте с нашим первым мужчиной в нашей жизни, то есть с нашим папой, взаимоотношения с папой, даже если папы не было, даже если он оставил маму, ещё когда вы находились внутри у мамы в животике, да, это всё накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь женщины. Если папа ссорился с мамой, если папа был абьюзером, если папа был строгим, вот у меня папа был очень строгим военным, да, он меня держал в ежовых рукавицах, у меня тоже на него куча обидок была, да, мог, например, ударить, или, ну я не про себя говорю, а вообще, в принципе, да, у кого-то мог папу ударить. Есть же вообще случаи его пьющих, когда даже насилие домашнее имеет место быть, да, или когда папа контролёр чрезмерный, или что любые взаимоотношения с папой накладывают отпечаток на дальнейшую жизнь женщины. И вот именно на эту тему мы хотели сегодня поговорить. Эдгард? Благодарю. Благодарю, Александр. Да, это удивительно, но как это интересно происходит, да, то есть вот оно не накладывает отпечаток на жизнь, оно открывает определённые опыты. То есть когда происходит какая-то ситуация, да, и ты говоришь себе, ну там в сердцах так называемых, да, с болью, что я никогда так не буду, да, то есть происходит такая определённая клятва, которая открывает твой опыт. И вот эти некоторые в пространстве не считаются. Ты говоришь Богу, Вселенной, там, Космосу, кому угодно, да, что и будет именно так. Я открываю этот опыт для своего проживания. То есть когда девочка, например, у неё папа был пил, да, например, был алкоголиком, и вся семья от него натерпелась, да, или контролёром, и дочка думает, никогда, вот вырос ты большая, вот никогда не буду вот такой вот с моими детьми, или никогда не выберу такого мужчину, алкоголика ни за что. И в итоге... Да, самое удивительное, что нас делает из него алкоголик. Ну, во-первых, что такое алкоголизм изначально, да, алкоголизм — это анестезия вины. И завинить своего мужчину, особенно который любит, ну не составляет-то большого труда для любой женщины, да, а вот ты виноват в этом, а вот ты виноват в этом, а вот ты виноват в этом, а вот это вот так вот не так, а это вот так вот... Именно это произошло со мной в первых моих отношениях, вот я 10 лет жила с папой моих первых двоих детей, и я его постоянно пилила. Я была его такой прям пилой, и говорила, мне этого не хватает, мне то не так, вот это ты не то делаешь, и вот это... И в итоге человек начал, ну, выпивать. И я ещё и винила, куча его говорила, а ты пьёшь, ты плохой, всё, ты мне не нравишься, не соответствуешь, я самая лучшая. Вот, да, и вот именно такая ситуация. Потому что у тебя в голове отложился момент, что у тебя должно быть определённое соответствие, у меня муж должен быть трезвым, да? А произнесла-то, ты помнишь, когда мы говорили с самого начала, что каждое сказанное слово — это молитва? Особенно, когда она сказана, вот, когда идёт большой колоссальный набор энергии, да, когда-то тут... Да, 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 то есть когда... Ну, вот, идёт испуг, страх какой-то приходит, ещё что-то приходит, да, то есть вот колоссальный набор энергии, и ты выдаёшь. Проживание опыта. Господи, я хочу прожить вот так. Кстати, я сейчас понимаю, осознаю, что вот, например, мой папа, если он выпивал, ну, как все-все-все советские мужчины, да, приходили там, и мама на него жутко ругалась. У них скандал был, они там это... И я сидела в своей комнате и боялась, и вот думала себе, да вот я своему мужу никогда не буду вот ругать, да, за такое. Вот мама вечно орёт на него, мне вот так не нравится, да, и вот я вот помню какие-то свои эмоции, у меня очень сильные были эмоции по этому поводу, я боялась этих скандалов. И в итоге пришла к тому, что попала в отношения, где как раз-таки я так же абсолютно теми же словами, что и моя мама ругалась на этого своего несчастного. Так рождается сценарий, так открывается опыт проживания. Помнишь, как вот в этом, страна Оз, да, про Эли, которая шла в изумрудный город, да? Да. То есть, что сама сказка-то, она же такая удивительная, такая интересная, да? У тебя открывается дорога из жёлтых кирпичей с тот опыт, который ты желаешь получить. А она куда шла? Вернуться домой. К себе, да? Ну так, если образно посмотреть. И когда она идёт в радости, в любви, там, с татошкой, да? То есть, что встречается там? Страшила, железный дровосек, лев. И она вовлекла их в свою жизнь, да? И они стали такими, какими они хотели быть. То есть, помочь человеку реализовать его мечту. И тогда она пришла домой. Пока ты бежишь от себя, эта дорога с жёлтыми кирпичами у тебя не открывается. И ты прячешься, всё время убегаешь от себя. Ты всё ждёшь, чтобы кто-то тебе что-то мог сделать. Кто-то тебе поможет. Что-то произойдёт такое, что твою жизнь за твою жизнь кто-то отвечает. Это так глупо. Слушать даже порой бывает. Так интересно. Ты творец в своей жизни. И когда вот ходят к психологу там работать, да не работать мы ходим, а собираться. Мы собираем эти маленькие травмированные части потихонечку, потихонечку складываем. И получается один человек, который приходит в осознание, о, вот он я. Он вспоминает, что он самая лучшая, самая любящая часть творца. Что как на небе, так и на земле. Через него проходит свет, он становится маяком. Вот как ты. Просто где-то в течение жизни он подрастерял свои частички. Да, вот этот маяк, этот пазл не сложился. И нужно сложить этот пазл, чтобы появился маяк. Да.